Ирина Захарова Стал победителем федерального конкурса «Бизнес-успех» в номинации «Лучший социальный проект». Ирина на своем опыте знает, как объединить предпринимательство и социальный бизнес, быть успешным и счастливым человеком. В 2009 году я была взрослым, осознанным человеком, с опытом, с семьей, с подростком, с сыном. И он, кстати, мне все время говорил, мам, ты такая умная, почему ты не можешь открыть свое дело? Вот тогда у меня был страх. Это отсутствие стартового капитала. Я не могла точно просчитать рентабельность своего будущего дела. Но был страх. Самым таким глобальным толчком было, у меня все из мечты. Вот я, например, мечтала, чтобы мой рабочий день начинался с 11 часов. Ну вот прям вообще мечтала. Я думала об этом. Я искала даже такую работу. Я пыталась договориться с работодателем. Ну и я сама себе организовала рабочее место, где я, в принципе, могу работать с 11 часов. Еще раньше у меня была мечта открыть семейное кафе. Я работала по найму целый год, была директором кафе. Эта мечта моя укрепилась, и я хотела открыть семейное кафе. Вот три года назад, теперь уже три с небольшим, это случилось. Но просто открыть кафе, пусть оно даже будет семейное, в населенном пункте 10 тысяч, и уже существуют три хорошие точки общепита. Все мои друзья-предприниматели крутили у виска и говорили, что я, наверное, не очень адекватный человек. Потому что, ну, как бы самый простой шаг, это в таком населенном пункте открыть точку общепита, сделать площадку с танцполом, сделать светомузыку, да, хорошую вечернюю программу, ну и, конечно, алкоголь. У меня не было алкоголя, и его нету до сих пор, нету танцпола, нету даже места для него. Но зато есть место, время для различных сообществ. Причем они приходят теперь туда сами, интересные люди. Первый мастер-класс по лоскутному шитью, это был мой мастер-класс, лоскутное одеяло за один день. А сейчас уже моя первая ученица, которая до этого вообще не шила, она уже теперь возглавляет этот клуб. И они, конечно, пошли дальше, чем я, они уже в конкурсах международных участвуют. Вторая такая еще история, это студия рисования, мастер-классы по живописи. Следующая история, которой я горжусь, это вечера коротких лекций «Умные пятницы». То есть это маленький населенный пункт, я все время повторяю это, но это тем не менее так, где лектором может стать каждый. Вот, например, кассир железнодорожной кассы, да, она там когда-то была в свое время, получила образование, учитель с Альфеджи, но ушла в трудные 90-е годы работать на железную дорогу. А сейчас она собирает аудитории полные, где рассказывает простым человеческим языком о классической музыке. Сейчас я уже являюсь организатором крупных событий, мероприятий. Это конкурс красоты и таланта устьянского района, красаусти. Потом самое крупное снегоходное событие России. Это фестиваль с нового устья, где собираются целые семьи, приезжают со всей страны. Это экстремалы, спортсмены и просто любители активного образа жизни, зимних видов спорта. Потом я провожу всякие акции, там, к Дню Победы, к Дню района, к Дню поселка. С этого пути даже мне никуда не свернуть. Я люблю свободу, люблю принимать решения. Мне очень интересно вот это начать. Завести всех вокруг, получить результат, понять, что это все работает, все хорошо. И передать, чтобы было время думать о чем-то другом. И мечтать опять снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова